В эфире новости. О событиях к этой минуте расскажу. Ягуль Наражин Дагулова. Доброе утро. О ситуации с распространением коронавируса. В Казахстане число заболевших продолжает снижаться. За прошедшие сутки в стране выявили 1119 новых случаев. Как и в предыдущие дни, лидирует столица. Положительный ПЦР у 342 человек. На втором месте заболеваемости идет город Алматы. Лучше всего ситуация с инфекцией обстоит в Североказахстанской области. За сутки там зарегистрировали всего 6 новых случаев. Между тем, продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Две дозы прививки получили 1 653 000 казахстанцев. Последние данные от пресс-службы Минздрава сейчас на ваших экранах. Первым компонентом привиты свыше 2 744 000 человек. Почти 24 000 западноказахстанцев заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии COVID-19. Больше 300 человек в регионе медикам спасти не удалось. Как работали на самой передовой борьбе с инфекцией, рассказывают санэпидемиологи. Люди, которым пришлось выйти на самые опасные участки. Мои коллеги о санэпидслужбе Уральска. К слову, больше половины заразившихся именно жители областного центра. Здравствуйте. Фамилия как? Год рождения полностью. Хорошо, хорошо. До свидания. Каждый раз, когда мы выходим на очаг, нам выдается одноразовое СИЗ, средство индивидуальной защиты. Оно используется только единожды. То есть после использования оно у нас утилизируется. 95% специалистов в санэпидслужбе Уральска – женщины. Но за год работы в авральном режиме они научились настоящей армейской сноровке. В нем ужасно жарко, хотя он не пропускает воздух. Можно одеться, наверное, за 40 секунд. Специалисты проводят расследования, определяют очаг инфекции, круг контактных, изолируют заболевших, дезинфицируют помещение. Труднее всего было в самом начале, когда всеобщая паника выбивала почву из-под ног, рассказывают санэпидемиологи. Страны закрывали границы, высылали иностранцев. Люди отказывались проходить обследование и лечиться. В аэропорту ночевали, всего два часа спали наши специалисты. До утра с Амстердама, с Франкфурта мы встречали толпу населения, которые возвращались. Очень много было случаев, когда они начали бастовать. В инфекционной больнице они проломили дверь, хотели выйти, вызвали милицию. Все боялись до такой степени, что мы друг друга начали бояться. Кто сходил на очаг, первично все опасались. Судорожно искали маски, чтобы с ним не контактировать. Как будто бы он уже заразный. Когда уже очень много стало больных, уже не было выбора, как кроме идти на встречу с этими больными. Работа упорядочилась, когда был продуман и принят четкий алгоритм действий каждого специалиста. Постепенно восполнен дефицит кадров. Они рискуют своим здоровьем, ходили по очагам, проводили эпитроследования, встречали поезда, стояли на постах. Тем не менее, с начала пандемии, чтобы кто-нибудь уволился, либо ушел с работы, такого не было. В том же составе, когда мы начинали эту пандемию, в том же составе мы на сегодняшний день работаем. Регион только недавно перешел из красной в желтую зону. Но стабильной ситуацию назвать нельзя, отмечают медики. В сутки проводится больше двух тысяч ПЦР-исследований. Выявляется около сотни новых случаев. И поздравляя друг друга с профессиональным праздником, медики желают коллегам оставаться в строю и не сдавать позиции. Ботогоз Базарбаева, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. Природный газ в этом году могут протянуть в Аршалынский район. Планируется, что он будет подключен к магистрали Сарар-Аркаду 2022 года. Об этом сообщили в местном Акимате. Тем не менее, незначительная часть райцентра к концу этого года, скорее всего, получит голубое топливо, говорят специалисты. В целом, в районе планируют в ближайшие годы газифицировать 17 сел. Сейчас там строят автоматическое газореспределительные узлы и трубопроводы. Затем подключат населенные пункты Целиноградского района. Таким образом, на первом этапе проекта 35 тысяч жителей получат доступ к природному газу. Для этого из республиканского бюджета предусмотрено больше 14 миллиардов тенге. В 2021 году Аршилова у нас не сдаётся. В 2022 году будет сдача. Но мы планируем хотя бы какую-то часть уже населенного пункта где-то газифицировать в этом году. Всё зависит от финансирования. Как финансирование идёт, мы посредством подрядчикам производим оплату, они завершают работы. Программа успешно работает уже 16-й год. Молодые экологи высаживают деревья, ухаживают за зелёными насаждениями, следят за чистотой на веренных им участках. На первом этапе трудоустроены почти 300 молодых людей. К примеру, в областном центре больше 50 бойцов бригады зелёных уже работают в парках и скверах. К слову, многие из ребят принимают участие в программе «Не первый год». Молодёжь в отряды мы привлекаем в основном через социальные сети, публикации в СМИ. Для юношей и девушек это хорошая возможность обрести новых друзей, внести свой вклад в сохранение окружающей среды. При этом ещё и подзаработать. Ребята получают зарплату 55-60 тысяч тенге в месяц. Для трудоустройства школьников требуется справка со школы и разрешение родителей. Для студентов, достигших совершеннолетия, студенческий билет и удостоверение личности. Радует, что заявки подают всё больше молодых людей. В уральские старшеклассники в летние каникулы будут платить по 42 500 тенге за эту зарплату за работу в школе. Можно ухаживать за цветочными клумбами, деревьями в школьном дворе, помогать в канцелярии или библиотеке. Ответственность за безопасность детей несут сами школы. Причём рабочее время учеников не должно превышать 36 часов в неделю. Трудовой семестр продлится до сентября. Школьники получают возможность самостоятельно заработать на экипировку к учебному году. Для старшеклассников это прекрасная возможность заработать. Мы делаем прополку цветочных клумб, ухаживаем за плодовыми деревьями. Некоторые в летние месяцы помогают в школьной библиотеке. В настоящее время школы города принимают меры по организации общественных работ старшеклассников по месту обучения. Всего на сегодняшний день оплачиваемые общественные работы охвачено 700 старшеклассников. Замыкание электросети по предварительным данным стало причиной пожара на складе с пиротехникой в центре Москвы. В течение трех с половиной часов на Лужницкой набережной горело здание, где находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде бытовой пиротехники. В ликвидации пожара были задействованы 135 человек и 30 единиц техники, в том числе три вертолета и пожарный катер. При тушении травмы получили сотрудник склада и трое пожарных, один из них госпитализирован. Огонь не распространился на 500 квадратных метрах. По словам очевидцев, в течение 20 минут были слышны салюты, затем произошел сильный взрыв. По набережной гуляли в сторону Ложникова и увидели, что уже здесь начался пожар. И активно начали ходить пожарные, видать, уже вышли из очага и поняли, что они не могут потушить и используют технику вертолетную. Когда мы хотели здесь объехать, подъехали в другую сторону, там оказалось еще страшнее, чем здесь. Потому что там, когда вертолеты тушили, весь дым падал, получается, на людей оседал. Начала взрываться пиротехника. Мы услышали какие-то взрывы. Не поняли сначала, потому что обычно салют бывает около 9-10 вечера. Потом мы увидели, что появляется большое облако дыма, и оно стало увеличиваться. На фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Бельгии, власти страны объявили о новом этапе смягчения карантина. На европейской карте для путешествий королевство перешло из красной зоны в оранжевую. Это означает, что в страну могут приезжать больше туристов, которым не понадобится карантин или повторный ПЦР-тест. С 27 июня заведения общепита смогут работать до часу ночи. Разрешенное число людей за столиками в кафе-барах и ресторанах увеличили от 4 до 8. Домой можно приглашать такое же количество гостей. Число людей на банкетах и фуршетах больше не ограничено. А на крупные спортивные и культурные мероприятия с 1 июля допускается до 2000 человек в помещении и до 2500 человек на открытом воздухе. Удаленная работа больше не обязательно, но желательно. Религиозные службы, свадьбы и похороны могут посещать до 200 человек в помещении и до 400 человек на открытом пространстве. Ночные дискотеки остаются пока под запретом. Мы не забыли про них, но и в других странах Европы эти заведения все еще закрыты. В ночных клубах мы находимся в помещении очень близко друг к другу. Как только мы почувствуем, что это безопасно, мы откроем и их. Получите вторую дозу вакцины. В то время как 90% людей из группы риска получили первую дозу, только треть из них полностью вакцинированы. Полная иммунизация очень важна сейчас, в то время как вариант штамма Дельта находится на подъеме. В Южном Сюдане почти 8 миллионов человек столкнулись с нехваткой продовольствия из-за климатических изменений. Об этом сообщили в ООН. По словам местных жителей, часть территории на севере страны за последние десятилетия стала абсолютно непригодной для сельского хозяйства. Всему виной увеличение уровня воды в болотистой местности. Сельчане совместно с международными организациями ведут работы по защите угодий. Однако, по данным экспертов, этих усилий недостаточно. И на восстановление затопленных участков необходимо порядка 4 миллионов долларов. В Хорватии объявили амбициозный план по переходу к зеленой экономике. Власти страны заявили, что один из островов в Адриатическом море достигнет углеродной нейтральности уже к 2030 году. В настоящее время регион производит 10% от запланированного объема энергии с помощью солнечных панелей. А количество малых электростанций ежегодно увеличивается. Кроме того, на острове широко распространены электроавтомобили и велосипеды. Таким способом местные операторы призывают любителей экотуризма посетить КРК. По словам экологов, такой подход может стать примером для других стран Средиземноморья. Помимо 100 мегаватт энергии, получаемой из возобновляемых источников, мы внедряем систему умного энергоснабжения, переводим транспорт и суда на зеленое топливо. Но самое главное у нас на острове есть консенсус среди политиков, бизнеса и жителей для осуществления самых амбициозных целей. Полицейские из Петропавловска собирают коллекцию противогазов. Сотрудник управления специализированной службы охраны Эльдар Алимкин увлечен историей гражданской обороны. Одну из комнат в своем доме он превратил в настоящий музей. Там и предметы радиационной защиты, и специальная экипировка, и самое главное – разные модели противогазов. Их тут около 30. Военные, гражданские для летчиков, для спасателей, для ракетных войск. Необычную экспозицию удалось создать за год. Среди посетителей домашнего музея пока только родственники, друзья и сослуживцы, которым близка тема военно-патриотического воспитания. Такое желание появилось собрать эту всю коллекцию и представить людям, чтобы люди могли прийти посмотреть, что такие вот были промышленные противогазы, были гражданские, военные. Те граждане противогазы, которых сейчас в данный момент их нет. Получается, некоторых совершенно нет. Сейчас они не выпускают, они прекращены производство. Чтобы это история, чтобы историю гражданской обороны все знали. О погоде. Град, гроза и шквалистый ветер ожидаются в Акмолинской, Костанайской, Каргандинской, Павладарской, Алматинской и Туркестанской областях. Пыльную бурю синоптики прогнозируют в Казалардинском и Мангустаусском регионах. Там сохраняется высокая пожарная опасность. Сильная жара до 37 градусов ожидается в Актюбинской и Западноказахстанской областях. И о погоде в столице. Днем 20 июня ожидается гроза. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду. И на этом все. Все наши новости доступны на YouTube. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин